О какой безопасности в этом случае можно говорить? Любая предпринимательская деятельность, где бы она ни велась, она в принципе связана с рисками. И поэтому по степени риска корпоративные облигации являются более доходными, чем государственные облигации. Говорить о том, что облигация является исключительно надежным инструментом, это тоже неправильно. Добрый день, на связи Максим Петров, вы находитесь на канале MaxCapital. Мы продолжаем серию наших видео. В данном видео я хотел бы поговорить о пяти самых безопасных способах инвестирования. Обязательно оставайтесь до конца. Досмотрев данный ролик, вы поймете, что такое инвестиции, что такое безопасные инвестиции. Приведу пример от наиболее безопасных к более рисковым инструментам. И поделюсь самым безопасным способом инвестиций, который лично мне знаком. Итак, друзья, первое, с чего хотелось бы начать данное видео, это в формулировании понятия инвестиций. Потому что в последнее время очень много информации идет по этому поводу. Каждый человек, каждый эксперт, каждый блогер вкладывает свое собственное понятие, что такое инвестиция. Купил за рубль, продал за два, это инвестиция кто-то называет. Я сейчас не хочу приводить примеры, кто и что ошибается в понятии инвестиций. Давайте у нас на канале мы будем под инвестициями понимать следующие вещи. Инвестиции – это размещение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. Одно понимание этого понятия и определение для себя, это как ключевого параметра, снимает большое количество вопросов. Что здесь важно? Во-первых, инвестиции – это денежные средства, деньги, которые вы размещаете. Ни время, ни знакомство, ни экспертность. Инвестиции – это всегда деньги. Второе направление, ключевое, это размещение в объекты предпринимательской деятельности, где происходит создание товаров или услуг с более высокой прибавочной стоимостью. И в этом случае, если я купил что-то по рублю, а продал что-то по два, это спекуляция. То есть это разница на цене. Выражаться она может в чем угодно, но это инвестиции не является, это спекуляция. Мы всегда должны вкладывать в объекты предпринимательской деятельности. Если мы понимаем, что инвестиции – это размещение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости, о какой безопасности в этом случае можно говорить? О какой безрисковости в этом случае можно говорить? То есть любая предпринимательская деятельность, где бы она ни велась, она в принципе связана с риской. Риски могут быть абсолютно разные. Бывают рыночные риски, кризис перепроизводства, политические риски, административные риски, смена власти, увеличение изменения налогового законодательства, появление конкурента какого-то нового. В любом случае у нас получается, что если мы вкладываем в объекты предпринимательской деятельности, то мы должны быть готовы принимать на себя риски. И в этом случае можно говорить о том, что просто на рынке есть инструмент с так называемым фиксированным доходом, когда вы даете в долг предприятию, покупая облигации или размещая денежные средства на банковском депозите. В принципе, вы вкладываете в объект предпринимательской деятельности, но просто под фиксированный процент, заранее определенный срок. И здесь вам просто важно понимать, что компании, которой вы предоставляете долг, насколько высока вероятность того, что вы получите обратно свои денежные средства в выговоренный срок. Я думаю, что это очень важный момент, чтобы в принципе в дальнейшем не было путаниц и не путали инвестиции со спекуляцией. Теперь давайте пойдем о заявленных пяти способах наиболее безопасных инвестиций. И опять мы должны понимать, что безопасность абсолютной вам никто не даст. Мы все знаем примеры, когда у нас Сбербанк сказал, что не будет платить по обязательствам того самого Сбербанка, еще со времен Советского Союза, или будет платить без учета инфляции. Мы помним 1998 год, когда государство российское отказалось платить по своему ГКО, когда сейчас с периодичностью раз в пять лет правительство Аргентины отказывается от своих долгов. Поэтому можно говорить о том, что облигации являются исключительно надежным инструментом, это тоже неправильно. Но тем не менее, если мы говорим о риске наступления неблагоприятных событий, то вы можете рассматривать для себя государственные облигации. Да, нужно понимать, что в этом случае какой-то высокой нормы доходности мы не рассчитываем, не получаем. Но тем не менее, это соответственно более или менее безопасный способ. Критерии, по которым я перечисляю сейчас безопасные способы инвестиций. От наиболее надежных к менее надежным, от наименее доходных к более доходным. Поэтому первым в пункте идут, как правило, государства, государственные облигации. Почему? Потому что у государства есть достаточно большой аппарат, который занимается сбором налогов и поступлением в бюджет. И здесь очень важно понимать, основным критерием является, насколько хороша собираемость налоговой нагрузки раз. И второе, насколько высок государственный долг страны. То есть, насколько страна уже заняла. Потому что, опять-таки, долг нужно обслуживать как минимум. Во-вторых, его нужно возвращать. И если этот долг очень высок, как в Америке или в еврозоне, Да, здесь можно говорить, что это все-таки надежные страны. Что они, скорее всего, расплатятся по своим долгам. Но бремя долговой нагрузки достаточно высокое. Почему для многих глобальных инвесторов российские облигации ОФЗ достаточно привлекательны? По одной простой причине. Потому что у нас уровень долга не очень высок к тому ВВП, который мы имеем. Вторым инструментом по надежности, по безопасности среди инвестиционных инструментов являются корпоративные облигации. То есть, здесь вы уже даете в долг не государству, а даете какой-то конкретной компании. И в любой облигации есть совокупность трех элементов. Доходность, надежность, ликвидность. И они никогда не сочетаются вместе. То есть, если вы хотите доходный инструмент на коротком промежутке времени, то в этом случае вы должны рискнуть. То есть, это должна быть какая-то малознакомая компания, которая недавно на рынке или у которой с финансовыми показателями не все хорошо. Поэтому она на коротком промежутке времени дает привлекательную доходность. Если вы хотите привлекательную доходность от надежного заемщика, то в этом случае вы должны пойти в дюрацию, вы должны пойти в срок, в долгосрочность. И в этом случае вы можете купить облигации федерального займа 30-летние. То есть, на 30-летнем промежутке будет привлекательная доходность. Вы теряете в ликвидности. Если же вы хотите получить высокую стабильность на коротком промежутке времени, вы должны понимать, что доходности у вас там никакой не будет. Это касается как государственных облигаций, так как корпоративных облигаций. В корпоративном секторе, наверное, это более ярко выражается. И поэтому по степени риска корпоративной облигации является более доходными, чем государственные облигации. Ну и, соответственно, рисков там побольше. Здесь нужно смотреть отчетность компании и понимать то, что компания, которая выпускает такие облигации, непосредственно расплатится по обязательству. Третий инструмент, который можно отнести к относительно стабильным, безопасным инструментам, это долгосрочные инвестиции в недвижимость. Очень тонкая тема. У нас, с одной стороны, очень широкая тема, потому что каждый человек свое понимает под недвижимостью. Кто-то говорит это о покупке квартиры, кто-то покупает гаражи, кто-то земельные участки, кто-то девелопментом занимается, кто-то покупает недвижимость с аукционов по банкротству. И поэтому, когда я говорю про недвижимость, я говорю в первую очередь не про самостоятельную покупку недвижимости, не про самостоятельный выбор объектов, а когда вы покупаете рентные фонды, так называемые рейты фонда коммерческой недвижимости. Когда вы покупаете фонд, а фонд, в свою очередь, владеет десятками, сотнями объектов недвижимости, которые сдаются в долгосрочную аренду. Вот эти арендные платежи, которые получаются с этой недвижимости, это и есть так называемый арендный доход. Почему? Потому что, во-первых, доход, денежный поток от недвижимости зависит не от одного объекта, одной локации, а, как правило, объекты размещены в разных странах, в разных штатах с разной доходностью, диверсификация по всему миру. Второе, это минимизация риска за счет широкой диверсификации объектов самой недвижимости. Второе, это профессиональное управление данной недвижимостью, есть специальная команда профессионалов, которые управляют этим объектами недвижимости. Ну и, соответственно, рентная доходность, защита в какой-то степени от инфляционных рисков в глобальном плане, плюс рентная доходность. Опять-таки, нужно понимать, что в любом случае это сдача недвижимости в аренду, это предпринимательская деятельность, риски здесь присутствуют, но они, наверное, гораздо в меньшей степени, то есть наличие риска, его просто меньше, чем если, допустим, инвестировать на фондовом рынке, на рынке акций, то он же сам. У нас на канале уже есть видео, каким образом производить оценку недвижимости, когда выгоднее покупать недвижимость, когда выгоднее продавать недвижимость, когда ее лучше арендовать или же покупать. Вот здесь вот вверху находится ссылка, пройдите обязательно по ней, там подробности по поводу оценки недвижимости, привлекательности покупки или аренды. Четвертый способ безопасных инвестиций, относительно, опять-таки, безопасных инвестиций, это является покупка акций фондов, так называемых дивидендных королей, дивидендных аристократов. Это преимущественно все-таки доступно для квалифицированных инвесторов, это компании, которые стабильно выплачивают дивиденды, стабильно увеличивают размер дивидендных выплат, имеют уже длительную историю, как минимум 10 лет, где эта тенденция прослеживается. Опять же, это те инструменты, которые, наверное, обеспечат наибольшую доходность из всех, но при этом нужно понимать, что они обладают наибольшим риском, потому что это все-таки, там еще больше предпринимательской деятельности, там еще больше конкурентной борьбы, там еще больше риск того, что тебя могут как дивидендного короля просто свергнуть с этого пьедестала. То есть, четвертый способ безопасных инвестиций является покупка фондов дивидендных аристократов и дивидендных королей. Пятое, самый безопасный, на мой взгляд, способ инвестиций. Возможно, я буду сам себе здесь противоречить, но я постараюсь при этом объяснить свою собственную позицию. Самый безопасный способ – это вложение собственных знаний, потому что знания, которыми владеет человек, всегда находятся с данным человеком. Это очень высокая мобильность перемещения этого актива. Он всегда находится с вами. Это очень дешевые условия хранения данного актива, потому что он хранится в вашем мозгу и всегда присутствует с вами. Потому что по отдельным активам сама стоимость хранения, например, физического золота или депонирования ценных бумаг тоже имеет форму затрат. Когда мы говорим об интеллектуальном капитале, то здесь мы очень существенно сокращаем на хранении этого актива. Третье, я все-таки постараюсь объяснить, почему инвестиции в интеллектуальный капитал являются самым безопасным способом инвестиций. Цена любого актива, рост цены актива, формирование денежного потока актива. Если мы вкладываем в объекты предпринимательской деятельности, то в первую очередь наиболее доходными для нас являются объекты, которые создают большую потребительскую ценность. За единицу времени. И Рейдалио очень много говорит в последнее время, я соглашусь с его мнением, связанным с тем, что у нас сейчас экономика представляет собой такой некий пирог, в рамках которого каждая страна, каждое предприятие в рамках своего рынка пекается локтями, плечами, чтобы увеличить долю своего рынка, то есть чтобы от этого пирога взять как можно больше. Тут обостряется конкуренция, тут начинаются валютные войны, тут начинаются различные тарифные войны, когда мы помним, как Трамп с Китаем воевал в этом плане. То есть каждый пытается раздвинуть сферу своего влияния и от этого маленького пирога, который испечен, отхватить большую долю. На что Рейдалио говорит, а ребята, давайте кооперироваться и не сопротивляться друг с другом, пытаясь поглощать, вести жесткую конкурентную борьбу, а давайте просто испечем большой пирог, которого хватит непосредственно на всех. То есть Рейдалио заявляет о том, что давайте, ребята, просто за единицу времени создавать больше потребительской ценности. Вот в принципе, что он говорит. Я этого придерживаюсь, когда мы говорим о том, что развитие интеллектуального капитала, что фактически позволяет сделать? Он позволяет человеку за единицу времени создать больше потребительской ценности. Как пример, есть отличный преподаватель, который педагог от Бога, и он может обучить 30 человек в классе. Да, 30 человек в классе будут очень хорошо обучены именно этим педагогам. Но, с другой стороны, если человек задумается, а как я могу создать больше потребительской ценности, то есть каким образом я могу обучить 300 человек, и выйти в онлайн-образование для того, чтобы обучать одновременно 300 человек, разработав методологию обучения. И в этом случае за один час, аудиторский час, в живой встрече он может выступить на аудиторию 30 человек, в рамках вебинара он может выступить на аудиторию 300 человек, в рамках YouTube-канала он может выступить на аудиторию 3000 человек. И здесь получается, что за один и тот же час он может создать разное количество потребительской ценности. И здесь, что соответственно надо, чтобы выступить на вебинаре, нужно уметь ввести вебинар, освоить технологии проведения вебинара, освоить получение трафика. Мы сейчас куда-то уходим в тему онлайн-обручения, я просто вам хочу показать, каким образом это работает. То есть, когда вы развиваете, прокачиваете интеллектуальный капитал с одним единственным вопросом. Насколько больше я могу создать потребительской ценности за единицу времени? Дворник, который метет двор, он так и может, ну то есть он больше произвести не сможет, если он не купит какую-то машину автоматизированную, которая позволит это сделать. Поэтому каждый раз на своем месте нужно повышать уровень своих знаний, повышать свой интеллектуальный капитал с целью за единицу времени создавать больше потребительской ценности. Или же там, где не хватает вашей экспертизы, просто элементарно быть готовым заплатить человеку за его экспертизу. И смотреть соотнесение ценности, которые несет продукт и знания человека, которые вы можете освоить, с ценой, которую нужно заплатить. То есть часто приходится слышать в проекте в миллион долларов за 8 долларов в день, что плата в 15 тысяч рублей за то, чтобы на протяжении 12 месяцев находиться в проекте, это очень высокая плата. С другой стороны, я вам задаю вопрос, насколько справедливо или несправедливо купить мозги человека, который уже на протяжении 15 лет занимается инвестиционной деятельностью, формирует инвестиционный портфель для своих собственных детей по принципам долгосрочного инвестирования. То есть, еще раз, купить за чуть более 1000 рублей в месяц знания, навыки и умения эксперта с 15-летним опытом работы в сфере формирования инвестиционных портфелей. И здесь, как бы, ответ, как таковой, очевиден, да. Кто-то говорит, нет, я сам буду изучать, но это вопрос, сколько книг нужно прочитать, сколько самостоятельно нужно торговать и со сколькими ошибками столкнуться на своем пути и потерять непосредственно капитал. Кто-то говорит, что я голосую за то, чтобы за сумму чуть более 1000 рублей купить эти знания, купить эту экспертизу и пройти свой путь формирования инвестиционного капитала, потому что самостоятельно просто у меня нет времени для того, чтобы это изучать, чтобы это тестировать, чтобы это пробовать. Лучше я в рамках своих компетенций, то, что я делаю уже не один год, задумываюсь над вопросом, как я могу повысить свою ценность, как я могу за единицу времени сформировать больше потребительской ценности. Я сам, на самом деле, для себя тоже давно ответил на этот вопрос. Могу ли я, не знаю, повесить шкаф дома? Да, могу. Могу ли я поменять лампочку, если она перегорела, или плафон заменять? Наверное, тоже могу. Могу ли я установить смеситель? Ну, могу и смеситель, в принципе, установить, если в этом будет необходимость. Но еще раз, моя экспертиза, там, где я создаю большое количество потребительской ценности, это вопрос управления инвестиционными портфелями. Я работаю здесь, концентрирую здесь, создаю большую потребительскую ценность, чтобы как можно большее количество людей получило ее. При этом спокойно оплачивая труд сантехника, мастера по дому, уборщицы, няни, для того, чтобы высвободить это время непосредственно себе. О проекте «Миллион долларов за 8 долларов в день», о котором я рассказывал выше, вы можете узнать более подробно по ссылке под данным видео. Два часа времени, где я рассказываю подробно о системе создания капитала, на каких концепциях это базируется, рассказываю, с одной стороны, абсолютно бесплатно, но это то, что вы можете взять сейчас себе на вооружение, и даже не желая платить кому-либо денежные средства за знания, навыки и умения в области инвестирования, в рамках данного двухчасового мастер-класса вы получите базовые концепции, которые позволят избежать 95% ошибок, которые совершают начинающие инвесторы. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно напишите комментарии под данным видео, мы обязательно на них ответим, а если они будут интересны, запишем отдельное видео. На связи был Максим Петров, проект MaxCapital, до свидания и удачи!